Это утро в Петербурге. Мы продолжаем. Накануне вечером непогода внесла коррективы в расписание Пулково. Из-за сильного ветра прибытие и вылет рейсов задерживались. Некоторые и вовсе были отправлены в другие аэропорты. Сбои в расписании сохраняются. А вот в середине января в Петербурге на двое суток был задержан рейс в Дубай. Все это время пассажиры оставались в аэропорту. И явление это, увы, нередкое. Что положено в случае задержки рейса, опытным туристам известно. Через два часа прохладительные напитки, через четыре горячее питание. Если ожидание длится более восьми часов днем и более шести часов ночью, размещение в гостинице. Что делать, если эти права нарушаются? О каких своих правах при задержке рейсов должны знать пассажиры? Сейчас будем выяснять. Приветствуем в нашей студии юриста Елену Мороз. Елена, доброе утро. Доброе утро. Ну вот смотрите, среди отзывов пострадавших пассажиров нередко встречаются такие жалобы. Вы, например, вылет задержали на пять часов, но никто никакого питания не предложил и так далее. Вот давайте для начала вообще разберемся, куда обращаться в случае задержки рейсов. Кому бежать, кому жаловаться. Ну, безусловно, если пассажиры находятся в аэропорту, необходимо обратиться к представителю авиакомпании. Им должны выдать как минимум ваучер, если более пяти часов, то есть на горячее питание, на прохладительные напитки и так далее. Если этого по каким-то причинам не происходит, можно сделать это все за свой счет. Но предварительно рекомендуется пассажиру совершить следующее действие. Подойти также к представителю авиакомпании и со своим электронным билетом или с посадочным талоном поставить штамп о задержке рейса. Значит, и получить справку с указанием причин задержки рейса. Далее пассажир может за свой счет купить себе, обеспечить себя горячим питанием, прохладительными напитками, сохранять эти чеки и впоследствии с указанными документами обратиться в авиакомпанию и, соответственно, получить эти убытки. А если представителей авиакомпании нет рядом, если как это... Или они всегда должны присутствовать в аэропорту? Ну, вообще на стойке регистрации, как правило, стоит представитель авиакомпании. Если его и нет, можно подойти на стойку информации и там, соответственно, оформить указанные документы. В крайнем случае можно позвонить на горячую линию авиакомпании, значит, уточнить, каким образом им действовать, ну и так далее. Но в любом случае, если никого не нашли, тогда просто купите, значит, на стойке информации им в любом случае поставят штамп о том, что рейс указанный задержан, выдадут справку. Далее они идут, покупают себе все необходимое, сохраняют чеки и в дальнейшем смогут обратиться с указанными документами и получить компенсацию. Ну, а вот что касается ваучера. Если этот ваучер выдается на сумму, допустим, 400 рублей, что случается. Ну, все мы знаем цены в аэропорту и что можно купить там на 400 рублей. Насколько это правомочно, такая маленькая сумма? Если не правомочно, потому что в любом случае, если авиакомпания не может обеспечить горячим питанием, как положено по закону, не может обеспечить прохладительными напитками, значит, если пассажиру не хватает, он просто покупает уже за свой счет и далее компенсирует с авиакомпанией указанные расходы. А что касается гостиницы, да, вот мы уже сказали о том, что если ожидание длится более 6-8 часов ночи, авиакомпания обязана отвезти нас в гостиницу. Во-первых, да, в какой момент это происходит, потому что, например, рейс задерживается на 9 часов, через 8 часов нас обязаны заселить в гостиницу. В общем, смысл уже как-то теряется. Вот как здесь быть? Ну, смотрите, в данном случае это по законодательству, они обязаны это сделать, в любом случае обеспечить трансфер туда-обратно, до гостиницы, и обратно обеспечить размещение в аэропорт, а также, например, до 7 лет, если есть дети и родители, комнату матери и ребенка предоставить, да. Кстати, возможно, у каждого аэропорта, как правило, есть какие-то ближайшие гостиницы, которые буквально находятся там в 50 минут аэропорта, скорее всего, в такие гостиницы будут размещены пассажиры, которые там ближайшие, да, чтобы не опоздать на задержанный уже рейс. Если не происходит вот того, о чем мы сейчас говорим, не предоставляются те вещи, которые мы сейчас обсудили, куда жаловаться, кому предъявлять претензии? Ну, в первую очередь, конечно, авиакомпания, авиакомпания, то есть либо на горячую линию также позвонить, либо обратиться с официальной претензией через электронную почту, но вообще рекомендую, конечно, обращаться в письменном виде, потому что если вдруг авиакомпания в досудебном порядке не урегулирует данный спор, впоследствии нужны будут доказательства досудебного урегулирования, лучше отправлять почтой. Угу. Елена, большое спасибо. Прямо сейчас к нашей беседе присоединится опытная путешественница, блогер Елена Хозикова, которая поделится своими советами, как комфортно пережить длительное пребывание в аэропорту. Вот был такой опыт у Елены, сейчас мы вот прямо на конкретном примере разберем. Как это бывает? Елена, доброе утро. Доброе утро, Елена. Мы знаем, что вы сейчас находитесь в Таиланде, и именно с этой страной связана история, которая случилась с вами несколько лет назад, когда вы летели из Бангкока в Москву. Вот буквально в двух словах, в чем заключалась тогда ситуация? Мы должны были вылетать из Бангкока в Москву. Нас уже привезли в аэропорт. На тот момент мы летели еще от туристической фирмы. И там мы увидели надпись, что рейс задерживается. Часа через два, когда собрались все остальные, кто должен был лететь этим рейсом, вышел представитель авиакомпании, которой мы должны были лететь, и сообщил, что рейс задерживается на сутки точно. То есть нас отвезли в отель. Нам, конечно, повезло. Там нас и кормили, соответственно, а это был и обед, и ужин, и даже завтрак. Но потом вернули обратно. И? Да, на следующий день нас опять вернули обратно в 10 утра. То есть мы приехали в аэропорт. В 12 было написано, что рейс наш уже вылетает. Нас, мы все зарегистрировали, соответственно, все, кого вернули на стойках регистрации, и прошли уже в чистую зону дьюти-фри. Где вы оставались на протяжении какого времени? А вот там как раз и выяснилось, что опять рейс отменен, и, получается, мы вместо 12 часов смогли вылететь только в 10 вечера. То есть все 10 часов мы были в самом именно в аэропорту, внутри, где уже не было ни стойка регистрации. И ни от кого было невозможно добиться никакой информации. Да, то есть нам даже никто не мог предоставить никакую информацию, когда мы вылетим. Там периодически на табло появлялось все большее время, там что рейс через 4 часа, потом через 6 и так далее. Просто менялась информация. Елена, это не самый приятный опыт, но тем не менее это опыт. Какие вы сделали выводы для себя, побывав в такой ситуации? Какие советы можете дать путешественникам на будущее? Чтобы на всякий случай брали в любом случае с собой вручную кладь какую-то там, допустим, дужу, зубную пасту, там косметику, что вам понадобится, увлажняющий крем и так далее для удобства. Плюс удобные вещи, если вы летите не в такие там, кроссовки какие-то, может быть, там те же тапочки, какую-нибудь там толстовку, чтобы удобнее было поспать на том же кресле, если оно доступно. А так, самое главное, оставляйте и на последний день деньги, потому что самостоятельным путешественникам ничего не выдали, никаких ваучеров. Турфирмы, если нам дали хотя бы на питание, те же 400 рублей, то самостоятельным не дали ничего. Они питались полностью за свой счет. У кого денег не осталось, помогали остальные, соответственно. Елена, спасибо большое. Это очень важно, не тратить все деньги до последней копейки перед тем, как возвращаться домой. А ведь многие стремятся именно так и сделать. Вот я, например. Действительно, очень ценные советы. Ну что ж, спасибо большое, Елень. Елен, спасибо вам за ваши советы и рекомендации. Буквально короткий вопрос. Есть ли особенности с задержками чартеров? Потому что сейчас мы говорили о регулярных рейсах. Вот что касается чартеров? Ну, конечно, есть. Конечно. Вот. Вот. Это важный момент. И об этом нужно поговорить подробнее. Обязательно, действительно. И мы поговорим об этом уже через полтора часа. Какие права есть у пассажиров при задержке чартерных рейсов? Оставайтесь с нами, будет не только интересно, но и очень полезно. Продолжение следует...